У жительницы Барнаула Татьяны Клюевой два ребенка. Дочка уже первоклассница, а сыну около двух лет. Поэтому в силу возраста любая игрушка попадает в рот. Вот только от коклюша дифтерии и столбняка ребенок еще не привит. В поликлиниках, по ее словам, попросту не должны вакцины АКДС. Я вчера была у врача, ну, звонила ей, и не было. В пятницу я лично к ней ходила, узнавала. В четверг моя знакомая ходила к ней, узнавала. Вакцины нет. Вот представьте, мы живем на земле. От столбняка дети не привиты. Были случаи в крае, когда дети умирали от столбняка. В середине сентября из-за вспышки полиомиелита в России Минздрав призывал вакцинировать детей от этого заболевания. Клюевы и с этим справились, а вот вакцину АКДС продолжают ждать. Альтернативой от коклюша дифтерии и столбняка мог бы стать поступивший в край препарат пентоксин. От полиомиелита нас привили. Но теперь встает другой вопрос. Минздрав отчитался, что они прислали вакцину в край, но прислали пентоксин. И как выяснилось, нам такую вакцину нельзя, потому что там как раз в комплексе содержится вакцина от полиомиелита. В Минздраве проблему с вакциной АКДС признали. Мол, был небольшой сбой в поставке, теперь препарат в поликлиниках имеется. Вообще вакцина АКДС у нас сегодня поступила практически в полном объеме. Она поступила немножечко попозже, мы ее ждали в апреле-май, она поступила в августе. У нас проблем по национальному календарю профилактических прививок нет. Вакцины поступили все. Тем временем, по словам Татьяны, в поликлинике по месту жительства разводят руками. Вакцины АКДС нет. Поэтому наша героиня уже решила обратиться в частные центры вакцинации. К слову, там одна прививка обойдется почти в 2500 рублей. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.